Так, всем привет! Сейчас быстренько расскажу, как я вырывала зуб мудрости нижней, с левой стороны. Вырывала я в частной клинике 9 февраля. В 9 утра мне надо было приехать. Так, короче, тут всё, что использовалось, вот кому интересно. На паузу поставьте и можете почитать, что сколько стоит. Так, тут ещё что-то. Так, и всё это в белорусских рублях. Итого я отдала 369 рублей. Это, кстати, со скидкой, там есть карточка у них семейная какая-то. Там то ли 5%, то ли сколько. Короче, 19 рублей якобы уже скинули, так бы было уже, ну там, добавьте, почти 20, 380. Ой, или даже 390. Короче, вот. Я ещё у них вырывала два верхних зуба мудрости. Ну, я попросила, они мне их отдали. Сейчас покажу, как они выглядят. Кто впечатлительный, не смотрите. Короче, вот. Это мой был первый зубик вроде как. Или нет, это второй с дыркой? Нет, это второй. Первый, значит. Вот этот, да-да-да, он более высохший уже. Это в октябре меня вырвали, 20 октября. Первый раз в жизни вырвали зуб. Это, по-моему, слева сверху. Такой вот он был как кариозный. Четыре корня вот сросшихся. Так, это был уже справа зуб. Так, вот это дабл с карисом. Тут уже зацвело уже. Переки ещё, видимо, не обработали. Ну, можно мне попрыскать. Вот такой зубик. Вырывали как? Просто делали укол. Сверху же легче зубы вырывать мудрости. Там меньше вот этих нервов всяких. Просто укол. Потом рвут. Ну, и там потом. Марлечка какая-то посидеть надо. Чуть-чуть. И всё, и свободен. Ну, кстати, вот этот второй зуб. Он у меня побаливал сильно почему-то. Не знаю почему. Так вот, слушайте. А вот вчера снимай. Нижний. Слева. Короче, как мне делали. Там пол лица. Внизу, короче, делали два укола, чтобы полностью щека была заморожена. Губа наполовину. Вот. И когда они мне стали делать, что-то там крутить. А, у меня ещё вот этот зуб был на треть закрыт. Десной. На третью часть. Ну, так говорится, под капюшоном. И мне его сначала разрезали, видимо. Ну, я спрашивала, он сказал, да, будем разрезать. Потом стали крутить. И мне даже было где-то там глубоко в щеке больно. Я чувствовала какой-то нерв. Ну, я там стала мычать. Мчать, подавать сигналы. А нахрен, что, ещё укол сделать? Я говорю, ну, сделайте. Короче, ещё раз кальнули туда, в щеку куда-то. Потом я уже, да, уже не чувствовала вот эту боль. Вот этого нерва какого-то. А они делали мне ультразвуком. Короче, что-то долбили ультразвуком. Видите, тут тоже был кариес. Дырочка. Я видела её даже вот этим зеркалом дома. Зуб был не полностью вырос. Ну, как-то, ну, вот досюда вот оно видно. Как-то. Ну, и плюс накрытый десной ещё был. И, короче, они стали рвать, крутить что-то там. Ну, я, конечно, плохо понимала, что они делают, потому что онемевшее всё было. Потом слышу треск. Я говорю, что случилось? А вот эта вот часть, вот эта коронка, оторвалась. Я говорю, и что дальше? Она говорит, ну, ничего, мы всё вынем остальное. Короче, вот они колупали, вот этот корень, я не знаю. Может, они что-то выкинули. Потому что, ну, потому что она даже вот эту сначала выкинула, а потом вспомнила, что я попросила оставить зуб. И она его вынула там с мусорки, с такой маленькой. Положила на стол куда-то. Ну, и, возможно, крупные части. Она вот то, что помнила, собрала. А то, что мелкое, может быть, она выкинула. О, сейчас руку вытру. Потому что не сходится. Я вот хотела зуб этот собрать, посмотреть, как он выглядел. Она, по-моему, сказала, там было два сросшихся корня. Ну, вот, получается, вот это один, вот он сросшийся. И второй какой-то. Какие-то кусочки вот. Так что, о, коллекция. Жесть. И расскажу, что потом. Операция шла долго. В 9.15 я посмотрела, по-моему, они мне уже приступили делать что-то. Потому что уже препарат там подействовал. И закончили где-то в 10.30. Короче, долго колупали. Она ещё одевала такие на глаза, как биноклики такие. И смотрела туда вглубь, остались ли вот эти какие-то корни там. Ну, кстати, такой же микроскопик на глаза. Такой, знаете, как театральный бинокль. Как-то крепится. Мне даже, когда кариес лечили, слева вверху, тоже мужчина одевал такие вот, такую аппаратуру. Ну, так вот. Дальше. Вот они вынули. Потом они мне зашивали вот эту десну, что разрезали. И даже вот эту дырочку прикрыли. Я вот сейчас ставлю кадры, как я этим зеркальцем смотрела. Что там происходит? Нитки торчат. Что-то там непонятное совсем. Вот. И, кстати, мне через неделю снимать швы. Тут уже сразу стоимость есть. Ну, вошло. А, кстати, сколько стоит снять швы? Так. Снятие швов. 30 рублей. Будет стоить. Не знаю. Я как-то думала, нитки сами рассосутся. Потом мне как сказали, что через неделю ещё швы снимать. Это вообще прикол. Может быть, стоматологии нельзя такие нитки использовать? Там же, наверное, надо держать. Ну, я не знаю. Никогда не сталкивалась. Вот, выписали мне. Аспамокс 1000. Я уже сразу купила вчера. Сказали, что операция шла долго. Типа, попейте. А я говорю, а почему? Зачем? Просто на тех два зуба никогда ничего не назначали. Она говорит, ну, вот операция долго шла. И плюс. Во рту, типа, много микробов. Ну, говорит, это же самая грязная часть рта. Ну, не знаю. Конечно, я так подумала. Блин, опять эти антибиотики. Я недавно только, 1 января, считай, закончила пить. У меня отит был. Правого уха. Красное ухо. Мне тоже назначили антибиотик. Думаю, блин, опять травиться. Дальше. Не месил, сказала. Не тянуть. Сразу пить. Ну, у меня было дома вот такое вот. Когда ухо болело, кстати, мне тоже выписали. Я купила, но я не пила это. Так, потерпела одну ночь. Потому что там столько противопоказаний. Да ну. Так. И хлоргексидин. 5 миллиграмм. Полость рта обрабатывать. Вот это я вот делала. Короче, я приехала. Сразу скажу, что... Я последний раз поела в 12 ночи. Даже там час ночи уже был. Я ела суп, там борщ, хлеб. Потом легла спать. Плохо спала. Вот эти мысли, что зуб надо ехать вырывать. Первый раз вот этот нижний. Тем более мне и говорили, что будут с ультразвуком делать. Я думала, что такое ультразвук? Кстати, что такое ультразвук? Короче, это как бормашинка туда как-то в рот засовывается. Надо пошире рот открыть. Она, наверное, ставила это как-то на зуб. Вот так. Включала. И такой страшный звук шел прямо мне в ухо. Все звенело, свистело. Ужас. Я первый раз такое слышала. И думала, оглохнет моя... Лопнет перепонка. Ну, слава богу, все нормально. Знаете, как по зубу идет звук? Вообще. Суперпроводимость какая-то там. Так вот. Не спалось мне. Я утром встал, ничего не ела. Почистила зубы. Вот так, щеткой. Все. И поехала. И потом я приехала. Да, были какие-то небольшие. А потом, когда заморозка отходила, она отошла где-то часа через три-четыре. Губа была онемевшая слева. Сейчас все хорошо. Слава богу. Вроде как все нормально. Но я ничего не ела. Вообще ничего. Хотя сказали, что через два часа можно есть. Я так подумала, если в эту дырку что-то попадет, конечно, надо будет. И как я это выну вообще? Это страшное дело, конечно. Кстати, когда я вот эти два зуба тоже вырывала, я где-то 24 часа и ничего не ела. Не в этот раз, не в этот раз. И я решила, что в этот тоже я ничего не буду есть. Оно как-то и не хотелось. Плюс рот там зашит. Это десна. И я хочу сказать сразу, что я антибиотик решила не пить. Я подумала, раз у меня еды никакой во рту нет. Я полоскала, кстати, календулой. Я ее и пила календулу вместе с ромашкой. Заваривала. Пила и полоскала. И плюс хлоргексидином я тоже полоскала рот. Ну, раза три-четыре. Всего. И сегодня утром тоже прополоскала. Вот сейчас. Сколько сейчас? Время. Смотрите. Десятое февраля. 13.50. Я еще ничего не ела до сих пор. Кстати, есть пока даже... Ну, что-то там где-то подсасывает. Ну, прям такое, знаете, вот бывает. Когда хочется есть, аж иногда трясет слабость. Ну, это обычно бывает. Вот если вы утром поели, а потом вам надо уже обед. А вы уже обед пропустили. И у вас прям уже слабость. И так хочется есть. И как голова кружится. У меня ничего такого не было. Странно. Может, это из-за шока, из-за стресса. Есть как-то и не хотелось. Вчера вообще я про это не думала. Спокойно детям готовила. Запеканку сделала. Даже себе вчера вечером почистила кабачок. С капустой потушила. Думаю, завтра я это как-то подогрею. На блендер сделаю такую пюрешечку. Думаю, выпью. Ну, если есть захочу. Ну, вот уже 2 часа дня, получается. Сколько? Сколько я уже не ела. Нормально себя чувствую. Ну, там эта дырка, конечно, у меня во рту. Так страшно, чтобы туда ничего не попало. Надо, чтобы там как-то зажило. Но я, наверное, уже сегодня начну, конечно, есть. Куда уже тянуть? Аккуратненько вот такую пюрешечку поем. Ну, так вот. Я не знаю. На свой страх и риск. Я не пила вот эти спомоксы. Антибиотики. А, еще у меня там, кстати, на зубе была киста под зубом. Они там ковыряли. Говорили, ой, там киста. Надо ее как-то вынуть или что. Я не знаю, что они там делали. Она мне, кстати, про нее потом ничего не говорила. Так я подумала, может, что там была киста. А киста это что? Это какой-то шарик, полость с какой-то жидкостью. То ли там кровь, то ли там просто жидкость. То ли там гной. Не, ну гной вряд ли так бы зуб болел. Короче, просто жидкость. Я почитала, что иногда кисты бывают, когда зубу не хватает места. Когда нелеченный кариес. А вот как раз тут был кариес. И плюс, и места было мало. Может быть, поэтому что-то. Короче, жесть. Короче, на свой страх и риск. Я вот это не пила. Вот это я тоже не пила. И, кстати, что самое интересное. Зуб, в принципе, почти не болел, можно сказать. Ну, был дискомфорт. Если куда-то ложилось там, голову, ну вот, ложусь горизонтально. Ну, так, голову ложу. И как-то как давление в зуб чуть-чуть дает. Ну, там, может, нервы какие-то непривычно. Там же плюс это все перевязано. Они когда зашивали мне там эту десну, говорили. Так, чуть-чуть расслаб, а то щеку захватили. Щеку захватили. Так бы еще и щека как-то странно бы была. Кстати, после вот этого зуба, второго, второго зуба, вот с кариесом, я его удаляла. Луна была в скорпионе. Кстати, еще шло, ну, надо смотреть, когда зубы удаляете обязательно. На сходах, плюс какие-то там благоприятные дни, я смотрю на сайтах. Вот после этого зуба луна в скорпионе. Хотя написано было, что можно удалять это все, да. Но вот этот зуб у меня очень сильно болел. Ночью даже так потягивал, потягивал. Может, он как-то... Он был... Ну, конечно, он был кривой, трешки. Я не знаю, что он болел, но было больно. Здесь ультразвуком мне ничего не делали. Просто крутили, рвали. Вот, а тут с ультразвуком, не знаю. Может, ультразвук помог, там раздолбил, что нерв куда-то отделился от зуба сам, или что, я не знаю. Но этот зуб, получается, я думала, там вообще будет жесть просто полнейшая. Но, слава богу, было все нормально. Кстати, ну, луна была 9 февраля, луна в весах. Я почитала там, ну, очень благоприятно удалять зубы. Может, поэтому повезло мне. Ну, и тут тоже я там по луне смотрела. Короче, вот такие дела. Эти зубы, конечно, дешевле обошлись. В два раза где-то. Там по 150 рублей я платила вот. За эти. Этот что-то... За то, что ультразвук, наверное, вот эти инъекции, всякие марли, перевязки. Вот тут какая-то перевязка, я посмотрю. Перевязка пациента после операции. И стоит так 30 рублей. Интересно, что за перевязка? Что-нибудь там перевязывали? Ну, а вот где наложение одного шва? 22 рубля. Кто знает, что такое перевязка пациента? Именно пациента. Странно. Может, я что-то забыла? Ну, интересно, что это обозначает. Короче, ладно, вот такие дела. Вот такие у меня чувства. Итоги. Первый раз вот этот зуб мне, конечно, мудрости вырвали. Я очень сильно переживала, боялась. Но, слава богу, повезло. Может быть, кстати, и помогло тот факт, что я ничего не ела. Потому что, представляете, вот вы только вырвали зуб, там дырка, и вы что-то поедите, и туда что-то попадет. Это вообще жесть. Это просто жесть. Поэтому лучше ничего не есть хотя бы день. Так что, вот такой вот мой опыт. Ну, не знаю, надеюсь, мне боком не вылезет, что я не пила антибиотик. Ну, я пила календулу, ромашку, и сильно так заварила, прям горько-горько. Это же тоже антисептик. Ну, я себя чувствую хорошо. А, еще лед мне прикладывали на щеку, кстати. Они дали мне какую-то... Ну, это не лед, это какая-то штука холодная, специальная. К щеке приложили. Сказали держать. Чтоб не было отека. Сказали дома тоже потом каждые два часа. Ну, я сыр с холодильника брала. И прикладывала вот этот холод. Ну, как видите, все нормально. Пишите, как у вас удаляли эти зубы. Сейчас покажу вам зуб. Что здесь такое зеркальце? Добавил я а еще забыла сказать что вот то что я не ела уже сколько дней я померила сахар думаю посмотрю хотя у меня не упадка сил ничего нету все хорошо себя чувствую как обычно померила 48 вот сахар такой я думала будет меньше думала может 44 дом 48 в принципе ну хотелось бы конечно 44 почему-то 48 ну вот